Революция в России начнется с Москвы. Кто будет ее зачинщиком? И кто приведет Путина в Гаагу? Об этом поговорим с экс-депутатом Госдумы Геннадием Гудковым. Несколько слов о уже прошедшем марше справедливости или же там бунт, смута 0.1, смута первая версия. Несколько интересных версий услышал и хочу с вами их обсудить. Первое из них, первое утверждение, это то, что если бы Пригожин продлил свой марш еще буквально на 2-3 дня, то к нему бы начали присоединяться и Росгвардия, и большее количество армейских частей, да и народ начал бы намного более активно выявлять свою благосклонность именно к Пригожинскому, а не к путинскому видению мира. Ну, наверное, это так, только при одном условии. Если бы Пригожин сам бы хотел, обратите внимание, он же ничего не делал для этого. Он просто ушел и все. Потом пришел в Ростов, взял в Ростов, и не оказал никакого сопротивления, оно кому нужно там, голову класть такого там упыря. И не был призыв ни к народу, ни к армии, ни к военнослужащим, ни к своим даже вот этим багнеровцам, которые по всей стране ждали сигнала. Ждали сигнал, а сигнал не было. Поэтому здесь мы, если бы до кобы во рту росли грибы, это все здорово, только у Пригожина не было никакой цели совершения Путина и взять власть. Совершенно не было. Отсюда не было никаких ни призывов, отсюда не было никаких там перемещений, установлений каких-то органов власти, отстранения от власти каких-то пропутинских губернаторов, мэров и так далее и тому подобное. То есть вообще ничего не было. Как берут власть? Власть меняют. А если ты никого не призываешь, а если ты никого не меняешь, можно было ведь по большому счету даже с Ростовом ограничиться. Сказать, что это будет республика справедливости. Ну, там Воронеж, Ростов, Белгород, еще что-то там, 3-4 области. Можно было и так, можно было в Москву не идти. То есть у него не было задачи и цели. А отсюда мы начинаем уже фантазировать. А если бы то, ну, да, он цел был, желание было, народ мог примкнуть. Вот эти все зэки точно пришли вооружаться и вставать в ряды Багнера. И там вместо, не знаю сколько там, 20 тысяч, было бы 40 или 50, или даже 100. Вот. Но проблема в том, что не было, как говорится, настоящих бойных мало, вот и нет вузаков, как Перлосовский. Вот и все. Но в Москве это вызвало достаточно активное телодвижение в сторону бегства из Москвы, да, и активное выделение определенных масс из определенных отверстий организма, да. И есть версия, я слышал и такое мнение, что если бы в какой-то момент там условный патрушев вышел в эфир и сказал, что, ну, ребята, ситуация сложная, поэтому я бы взял свои руки, то он бы стал правителем России. Ну, стать правителем России и остаться им – разные вещи. Это не игра слов, а это игра в судьбы человеческой жизни. Ну, стал бы он правителем на час, а дальше чего? А дальше-то чего? А дальше нужно было там решать вопрос войны и мира, решать вопрос экономики, решать вопрос финансов. Когда ты там что-то берешь в власть, еще ладно. А дальше ее надо удержать. А дальше нужно создать механизм управления страной. Поэтому Патрушев не харизматик, Патрушев плохой имидж. У него нет серьезной такой поддержки, по большому счету. Ну, да, наверное, он там поумнее других будет, похитрее, подлее, но не более того. Поэтому не было такого настроения в этот раз в верхушке сместить Путина. Это не означает, что не будет больше, наоборот, я думаю, что он теперь возникнет. Потому что Путин-то как раз оказался самым трусливым, самым нерешительным, самым бездарным. Опять решил спрятаться в домике, посмотреть, как грязная мутная волна, так сказать, первого удара на схлыни. Ну, вот так вот, на всякий случай. Почему я все время говорю, что дворцовый переворот, условно говоря, если Литрич этого сделать, она должна сделать, имея контакт и договоренность. Потому что в России изолировано, блокировано, отрезано от мировых финансов и много чего другое. И поэтому здесь нужно договориться с Западом, чтобы в обмен на то-то будут сделаны то-то. А у Запада должна быть совершенно четкая стратегия, что, ребят, пока не будет переходного правительства, которое присягнет на демократизацию, проведение этой формы, освобождение там политзаключенных, проведение там первичной какой-то иллюстрации и так далее и тому подобное, формирование правительства, которым будет определенные ключевые позиции, занимать представителей демократических сил, чтобы она четкая программа и понятна, ну, ничего сделать невозможно. Вместо черных, вместо серых, чтобы пришли черные, ну, возможно. 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 К сожалению, возможно, нам Пригожник показал, но это все очень ненадолго. Не может сейчас в отдельности ни одна страна выжить, если она полностью воюет со всем миром. И вот это ключевой момент. Они не знают до сих пор или все-таки в этих элитах есть желание, а значит и начинают разрабатываться какие-то планы, ну, или хотя бы там... А там разная группа. Там разная группа. Вот те, которые близки к Путину, видимо, они не знают, что делать. Те, которые дальше от Путина, видимо, знают, что делать, но они не могут сделать то, что могут сделать ближе люди, которые к Путину ближе и обладают больше власти и ресурсами, возможно, не финансами ресурсами, а политическими, административными, организационными и так далее. Денег там у них, курник. Вот поэтому все еще впереди, я надеюсь. Все еще впереди. Потому что кто-то должен договориться с США, с Бернсом, с Евросоюзом. Пока, я так полагаю, таких договоренностей нет. Путин показал слабость. Все поняли, что он свергаемый, смещаемый. Вот это теперь от понимания до каких-то действий какая-то дистанция. Какой это будет дистанция, я не знаю. Можно ли и стоит ли вообще, в принципе, начинать уже в самой Москве? Одно из правил революции. Если его поддерживает столица, то революция побеждает. Или все-таки нужен будет? Будет вот такой вот еще один марш откуда-то из регионов? Думаю, что не будет, нет. Я думаю, что это был единственный уникальный случай, который связан с особостью. Пригожина, с особым статусом его, с особой автономией, с большой, хорошей, слаженной, пусть не очень по численности большой, но все-таки серьезной, вооруженной силой, сплоченной, мотивированной. На защиту своих шкурных интересов, в общем, в первую очередь, но тем не менее. И самое главное, что вроде как они свои. Для той же армии, для тех же силовиков. Вроде как неудобно стрелять, зачем это нужно делать, если там бунт идет среди этих питерских, среди этой питерской братвы. Вот поэтому там вот такой еще был эффект. Повторить такой марш, наверное, невозможно. Но это не означает, что нет других сценариев. Сценариев может быть сколько угодно. Поэтому что они могут сами придумать что-то для них подходящее и удобное. Главное, чтобы они понимали, что если они этого не сделают, им капец. Когда они это поймут окончательно, тогда они должны что-то сделать. На мой взгляд. Присоединяюсь. Давайте попробуем пофантазировать, кто это может быть. Да, у Пригожина был реальный силовой ресурс. Это сейчас даже бессмысленно гадать. Может быть, кто угодно. Это может быть первый круг, это может быть второй круг. ФСБ и тот же Патрушев, они могут организовать подобный какой-то в Москве переворот или дворцовый переворот? Ну вот вы же, как-то мы с вами воспринимаем все время ФСБ как какой-то монолит. ФСБ вовсе не монолит, там есть куча различных кланов, различных противоречий, различных интересов. Мы говорим о каких-то кланах. Ну, наверное, клан Патрушева мог бы взять власть в определенные ситуации. Раздрая. Вот особенно, когда Путин улетел и бросил Москву, бросил всех. Вот. Тут мог бы, конечно, Патрушев что-то сделать. Сможет ли и захочет, что он сделал, тут сейчас не уверен. А есть кто-то, кроме Патрушева в этом клане, кто обладает... А зачем нам сейчас гадать, вот я никак не пойму. Есть ли там, грубо говоря, класс бенефициаров, насиливающий там порядка двух миллионов человек. Там есть губернаторы, мэры, генералы, министры, там кого только нет. Глава руководителя администрации различных. Пусть они там сами определяются. Что нам за них гадать? Главное, чтобы они поняли, что капец, а они пока выжидают. А капец не наступает. Я имею в виду с точки зрения военного поражения на поле боя. Вот сейчас Вильнюс, да, уже совсем не даже, уже осталось чуть-чуть. Вот там надо этот вопрос поставить. Об ускорении темпа победы Украины на фронте. Нанесение путь на военное поражение. Потому что триггером, как сейчас принято такое модное слово, триггер с пустового устройства. Вот, триггером краха путинского режима будет его поражение в Украине. А его пока нет. И вот поэтому элиты выжидают. А что будет? А вдруг Путин там окажется прав? А вдруг сдуется Украина? А вдруг сдуется Запад? А вдруг захрипется наступление? А вдруг будут вынуждены пойти на переговоры? А мы тут поторопились. Вот примерно так. Ну, на мой, опять-таки, это мое мнение, пока, ведь там пока обвалы какого-то экономики нет. Ну да, серьезная задолженность, серьезные проблемы. Там нехватка того, сего, третьего, десятого. Но в целом, ну вот я вчера там, буквально позавчера, как дела в России? Ну как, в целом, все, внешне очень все нормально. Поезда ходят, автобусы останавливаются, вода горячая, холодная идет. Да, цены выросли, цены растут, конечно, тревожит. Но в целом, в магазинах все есть. Отдыхать люди ездят там, даже на эти гигантские очереди идиотов в Крым. И поэтому такого вот пораженческого полного настроения еще нет в стране. Оно должно бы уже возникнуть по идее, потому что, ну, во-первых, потенциал наступательный полностью исчерплен. Во-вторых, идет наступление. Пусть оно, может быть, идет медленнее, но оно идет, и оно идет практически по всем направлениям. Это означает, что армия-то, в общем, в большом счете, она если не сейчас, то завтра сдуется. Вот, ну, вот они ждут завтра. Когда это все сдуется, тогда, может быть, они начнут действовать. Понимание своего собственного конца подтолкнет их, я надеюсь. К более решительным действиям, тем более Путин сказал, что он никакой. Вы упомянули, что ФСБ не является монолитом. Что является монолитом? ФСО является монолитом и верными опричниками? ФСО? Да. Ну, я не знаю сейчас, там, внутреннюю кухню ФСО. По ФСО, оно меньше и по функциям, и по задачам. И там, наверное, оно более, с полочием, более. Потому что там вокруг вождя, вокруг задачи. Ну, хотя я тоже думаю, что там есть какие-то люди, у которых есть групповые клановы интересы. Они были. Там, если мы берем, там, предыдущий начальник того, что Мурова, там, или так далее. Они там вообще тоже миллиардеры. Они тоже миллиардеры. Они тоже там в каких-то кланах, в каких-то потоках, в каких-то разделах чего-то. В каких-то, так сказать, откатах тоже сидели. У них там все было. Ну, может быть, не рядовой состав, а вот генералитет-то там точно. Они в пределе. Их не обижают. Но ФСО, наверное, ну, оно что в ФСО? ФСО, да, конечно, мы там придали сейчас техническое подразделение. Да, им там сейчас дали оперативное подразделение. Но, конечно, не то, которое было девятое управление. Потому что там была чистая функция все-таки, ну, как бы, охраны больше. Там сейчас у них много дополнительных взрослых. Ну, в целом, я не думаю, что там они более сполчены. Но это не такой сильный игрок, как, допустим, ФСБ там или какие-то другие структуры. А Росгвардия, которой танки передали или передают, тоже верная структура? Росгвардия довольно рыхлая. Она довольно рыхлая, потому что там кого только нет в этой Росгвардии. Начинают там от бухгалтерских подразделений, всяких рецензионных, разрешительных. Там кого только нет. Мы, если мы берем боевую часть, она, во-первых, стоит из многих срочников. Там есть контрактники, есть срочники. Во-вторых, у нее задача воевать вроде как на условиях каких-то там контртеррористических операций и прочее. Ну, Золубов, конечно, при Путину, по крайней мере, все это время был предан, но сейчас не знаю, как, о чем он думает. Хотя, наверное, он ничего не думает. Ему еще нужно уметь думать. Всем такое счастье выпадает. Может, он вообще ничего не думает. Ну, Золубов, да, в какой-то степени, но все-таки его структура более такая рыхлая, более разношерстная. Она там состоит в разделении бывших МВД, и таких, и сяких, и пяток, и десяток, и там губокраны. Кого там только нет. Поэтому численно большая. Там даже кадыровцы. Кадыровцы же в составе Росгвардии, насколько. Конечно, да, вот этот батальон. Поэтому структура такая очень большая, громоздкая. Ну, Золубов, думаю, что да, Золубов на стороне Путина. Может, у нее опираться, но она сама не очень эффективна. Я видел, когда наступает смутный, наступает бардак, как ведет себя Росгвардия. Она, в общем, не очень. Она, может, и гвардия, но такая. Не очень гвардия, я бы сказал. Мягко говоря, не лейб-гвардия. Не лейб-гвардия, да, не лейб-гвардия. Хорошо. А вот, кстати, Кадыров. Многие говорили о том, что он сейчас набирает силу, в том числе и для того, чтобы повторить путь Пригожина намного успешнее. Нет. Кадыров может набрать только силу для того, чтобы попытаться в мутной воде оттяпать какую-то часть Кавказа. И удерживать свою власть батальонами этими. Опять непонятно, кто их будет финансировать. Это все финансировано, наверное, на бюджете России висит. Да, да. Это же Кадырова не подчиняется, а бабки-то откуда они получают? Из бюджета, от российских новых владельщиков. Поэтому кончится бюджет, кончатся, так сказать, все эти батальоны на данный момент. Какая-то часть может примкнуть к Кадырову, потому что они головорезы, им все равно, как говорят, нужно защищать свою шкуру. Но где-то они должны будут брать деньги. А где-то они должны будут брать деньги, денег у них не так много, мягко выражаясь. Там проблемы есть, но Кадыров бережет эту силу на всякий случай. Если там чего-то такое, чтобы можно было прогласить независимость Мачкери или Чечни или что-то еще там. Это сильно заметно, что он их бережет. Да, надо застрять в пробке, чтобы не поцапаться с вагнерами, дай бог никого не потерять. Да, мы уже видели, как шли вагнеране, там даже вот эти блокпосты, где там с транспортом дорожным, они просто разметали техникой и проходили. А эти ребята культурные, они же чеченские батальоны, они же культурные, исключительно культурные. Очень, очень культурные. Очень тактичные, очень такие робкие, я бы даже сказал, в быту. Они там на поле боя герои, в тиктоке они герои, а тут они, не будет ли вы добры, вы знаете, пробка, да, все стоят. А, ну хорошо, да, мы тоже стоим. Сколько нужно стоять? Деньги? Прекрасно. Да, мы будем, мы как все. Мы за вами будем, да. Мы вместе с народом вот здесь станем. За нами не занимать. Лезгинку спляшем, да, у нас тут все хорошо. Ну, конечно, мы все вот. Ну, мы видели, да, как они торопились, они до Коломна-то, правда, доехали какой-то там отряд. Ну, честно, Коломна-то сегодня и не собирался идти, приглашать Коломна, все-таки это юго-восток, ну, да. Но в любом, хорошо, еще одна сила. Многие сравнивают с мятежом Корнилова в 1917 году то, что... Да, тоже Корнилова, что он навести порядок в мятежном Петербурге. А фронтовики вообще, они могут какие-то взбунтовавшиеся там части, не знаю, дивизия в конце концов? Как в 1900, условно говоря, в 1917 году? Или же внутри уже, да, там, выйдя на ротацию куда-то, устроить что-то, что-то подобное? Фронтовики сейчас выгребают сильнее всех на самом деле. Они подключатся, скорее всего, к этой смуте. Вот у меня такое ощущение, что они подключатся. Потому что в момент смут все равно будет какая-то потеря стабильности власти. И там начнется какой-то бардак, и начнется там все что угодно. И мне кажется, что часть человеков, да и бывшие вагнерцы, они к этой смуте подключатся. Сами по себе организоваться в какую-то силу, с осознанным планом, пониманием. Ну, то есть, взбунтоваться они могут в части. Они могут все что угодно, там, выстрелять командами. Устроить, так сказать, там, не знаю чего. Ну, а дальше чего? То есть, это вот именно деревенский бунт. Как там при Пугачевой деревне взбунтовалось. Барина убила, там, что-то еще сделала, ну, и успокоилась. А потом пришли каратели. А потом пришли каратели. Ну, что это вот-то падает. Нет там силы организационной. Там еще и кто-то еще должен организовать. Все-таки при всем том, что там Пригожин, хоть и преступник, но он все-таки имел хороший организационный потенциал, и у него команда не была приличная. Ну, честно скажем, с точки зрения организационных принципов. Да, они преступники все, они гоняи, подлецы. Но они умели организовать свою банду. И вот это вот отличало Пригожин от многих других. Что у них была там, пусть она с жесточайшим путем достигалась, путем там репрессий, подавлений любых там, да, расстрелов, не знаю, чем там, кувалд, и забитием кувалдами. Ну, вот была организация, была организованная структура. А сейчас есть? Сейчас я думаю, что нет. На это организационную. Нет лидеров. Специально же Путин так делает, чтобы никаких лидеров не появлял. Пригожин был каким-никаким, но все-таки лидером. Он, может быть, даже не военным лидером был. Там говорят, что военная часть была на других лидерах, так называют фамилии, Уткина и так далее. Там ряд других офицеров, бывших, так сказать, там, игру, по-моему. Но, тем не менее, организационный и публичный начало там было. А у других подразделений такого я не вижу. Какая-то смута возникнет, но вот не такой организованный поход, который там возьмет власть. Хорошо. Сам Пригожин и условных 8 тысяч вагнеров, которые могут размещаться на территории Беларуси. Они могут оставаться подобной силой, которая может пройти эти, там, 600 километров? Все уже? Нет, забудьте. Нет вагнера больше. Все. Принят решение его обнулить. Методы обнуления могут быть разные, но его больше не будет. Даже если, может быть, какое-то подразделение сохранить название, оно будет совершенно другим. Оно совершенно будет в другой структуре. Оно совершенно будет в другом подчинении. Оно совершенно будет в другом снабжаться, обучаться и так далее. То есть тот вагнер, который Пригожин создал вместе со своими подельниками, его больше не будет. Все. История его закончена. То есть то, что мы сейчас видим, там, статанцы в Беларуси, вокруг всего, это всего лишь ширма, за которой происходит уничтожение. Это красивое отползание от этой истории. Вот не более того. Как-то надо красиво отползти, чтобы там не было большого шухера. Вот и все. Вот примерно так. Сам Пригожин, он же может воссоздать? Кандидат в покойники, конечно, кандидат в покойники Пригожин. Когда там приговор будет проведен в исполнении, сказать сложно. Понятно, что, наверное, там удерживают какие-то еще не сделанные дела. Что-то там недопередные, так сказать, пароли и явки. Какие-то там заморочки, связанные с Африкой, с Сирией, не знаю, там, с чем еще. Вопрос времени. Я считаю, что вопрос времени. Потому что врагов у него, как в среде своих, так в среде чужих, сейчас только что очередь выстроится, так сказать, до горизонта. Желающих, так сказать, разобраться при Горьбе. А еще одна сила. РДК и Легион Свобода России. При каком условии они могут принять участие или же стать инициаторами освобождения и повстания, восстания на территории России? Я бы сильно не закладывался. Я к ним очень хорошо отношусь. Я считаю, что их разведывать на диверсионную деятельность в тылах очень полезно и правильно. Я бы на месте украинцев, украинского руководства расширял бы эту деятельность, сформировав дополнительные подразделения. Они в этом смысле эффективны. Они в этом смысле результативны. Но если мы говорим о походе на Москву, я думаю, что это все-таки иллюзия. Да, конечно, хотелось бы. Хотеть им очень разные вещи. Вот это проблема. Поэтому если бы действительно создавался в Украине серьезный, огромный, большой русский корпус, он бы, а, был бы более полезен и эффективен в различных операциях войны, а, б, тогда какая-то часть могла бы стать костяком, допустим, будущих российских вооруженных сил после победы над путинизмом. Но Украина этого не делает. То ли не понимает, то ли боится, то ли все вместе. Поэтому небольшие подразделения, называемые РДК и Легионы Свободы, заслуживают, безусловно, уважения за их принципиальную позицию борьбы с Путиным. Но мне кажется, что они не смогут стать той силой, которая там, по крайней мере, сейчас. Ну, по крайней мере, сейчас. Пока еще лишнее. Количество? Проблема в количестве или проблема еще в чем-то? Ну, например, там, не знаю, отсутствие широкой узнаваемости и легитимности на территории России. И то, и другое. Да нет, но там узнаваемость, она есть сейчас после этих рейдов. Только понимания нет, поддержки нет. Потому что, вроде как, типа, они же, они российская армия. Поэтому они смогут быть полезными только, когда уже режим начнет трещать по всем швам. Пока мы этого еще не видим, хотя сильнейший удар пригоженским бунтом по режиму нанесен. У многих открылись глаза, у многих, так сказать, мозги вернулись на место. У многих появилось понимание чего-то неизбежного. Это хорошие, так сказать, процессы, которые сейчас идут. Но, мне кажется, пока еще условия не созрели. Вот для какого-то такого обрушения режима с тем, что там вооруженные подразделения уже будут спокойно перемещаться по стране и там решать какие-то задачи. Пока еще нет. Ну, и, в общем, мы с вами больше говорим о необходимости и целесообразности дворцового переворота, условно говоря. А это все-таки разные пути. Просто эти люди могут там, если бы действительно серьезно... Понимаете, проблем российского корпуса не только в Украине, она еще в том, что нет лидеров. Нет профессиональных военных, пользующихся авторитетом какого-то определенного уровня. Да, есть там офицеры низшего звена, да, есть даже офицеры среднего звена. Они там заслуживают уважения, безусловно. Но вот такого стратега, тактика, которая там действительно понимает, как строить вооруженные силы, такого нет. Ну, и нет еще политической силы, которая могла бы ему поручить создание этого корпуса. Ну, пока это только может сделать Украина. А вот чтобы, допустим, там возникло какое-то условное, ну, не правительственное знание, ну, что-то похожее на это, как политическая сила, да, потому что военных, ну, военные-военные, должна быть еще политическая составляющая. Если ее нет, но это все-таки там, все совсем по-другому. И вот тоже это вот нет. Пока. Во всяком случае, пока. Если вот эти два компонента могут возникнуть, тогда есть прямая, как говорится, потребность и необходимость создания этого. Ну, пока вот мы этого не видим. Да, есть там ребята, которые там на уровне, там, не знаю, капитанов, там, майоров, может быть, даже подполковников, но вот таких вот лидеров в этом движении военной пока мы не видим. А вообще, в принципе, они могут появиться, подобные лидеры уровня? Ну, ну, ну. Вообще, в принципе, возможно объединение каких-то сил из тех, кого мы только что упоминали или тех, кого мы не упомянули в России ради свержения путинского престола? Вот опять-таки, давайте мы сейчас определим, чем мы хотим, какой вариант. Существует либо вариант, когда массы, неважно какие там, вооруженные, невооруженные, выходят на улицу и сносят этот режим, черт-ли-мэр, до тла. Да, хороший сценарий. Но пока я не вижу под него созревших условий. Сценарий хороший, потому что революция – это движение вперед. Спорим? Да, не всегда. Да, есть впоследствии революции, тяжелые. Бывает. Но в целом, революция, как показала мировая история, является необходимым элементом развития. Когда уже никаким способом нельзя сменить кандалы, которые сдерживают развитие нации, государства, цивилизации. Ну, опасный сценарий, с другой стороны. Мы понимаем, что многие революции имели тяжелые последствия. Но в целом, для этого сценария, для революционного сценария, я пока не вижу созревших условий. И это не означает, что их нет. Я, может быть, их не вижу, потому что нахожусь там достаточно далеко от России, и чего-то я там не чувствую. Но все-таки мои ощущения с тех, которые у меня есть, условия пока не созревают. А второй вариант, гораздо больше, на мой взгляд, созревает условия для внутриэлитных разборов и смены власти путем вот этих разборок с формированием предположим переходного правительства сохранения ключевых, вернее, не сохранения, а формирование ключевых позиций среднероссийской, ну, условной оппозиции. Я там употребляю это слово. Оно, может, там, политически неверно, но оно отражает смысл. Вот. И тогда вот это переходное правительство, состоящее из части элит, принявших участие и организовавших, предположим, смену режима и представителей там демократических сил, формирует переходное правительство, которое там за полтора года готовит условия для, ну, проводит реформы, проводит, так сказать, готовит страну к формированию новой легитимной власти. И вот тогда уже, так сказать, новая легитимная власть производит все необходимые изменения, окончательные реформы и так далее. А это все переходное правительство, как правило, действует по временному законодательству, приостанавливает действия одних законов, вплоть до, там, каких-то норм конституции, газонных извращенных, какие-то временные элементы управления страной вводит и так далее. Это можно сделать вместе с частью старой элиты, незамаранной кровью, там, или перешедшей на сторону добра на определенных условиях. Это можно и нужно сделать при поддержке и западной коалиции, безусловно, потому что это сейчас сил таких вот нет, которые мы могли бы самостоятельно вырулить на столбовую магистральную дорогу развития России. Поэтому здесь без поддержки Запада, без понимания Украины это сделать невозможно. Но этот путь менее рисковый, более быстрый, более эффективный, менее аварийный, как я уже сказал. Вот. И для него, мне кажется, условия уже созрели. В отличие, допустим, от ожидаемой революции, к которому, как мне кажется, пока условий нет. Здесь условия выполняют себе даже очень ничего и бунт пригожных показал, что там раскол идет и он идет по разным линиям и он может привести к действительно к совершению режима. Но это мои рассуждения о методах и путях развития России после военного поражения, которое, на мой взгляд, неизвестное. То есть первоначально военное поражение или же какие-то чрезвычайные успехи Украины на фронте и после этого только элиты они сподвигнут эти общественные состояния как минимум вверху на какую-то позицию и действие. А дальше уже надо работать. Там проблема еще какая, что я много раз говорю, буду говорить до тех пор, пока ситуация не изменится. Нет план про что делать с Россией ни у кого. Ну, может быть, кроме российской оппозиции. А Запад не знает, что делать. Ну и у Украины тоже нагласий на эту тему очень много. Поэтому вот отсутствие плана вменяемого является фактором осложняющегося ситуацию. Поэтому вот я не знаю, если будет военное решение, предположим, там в Вильнюсе, то где будет политическое решение как а-ля Тегеран-43 по России, пока не знаю. Я и пока не вижу предпосылок для Тегерана-43 в современном разрыве, как говорится. Была информация буквально на днях вчера о том, что группа во главе с Лавровым встречалась с некой группой в Вашингтоне, которая не имела мандата Белого дома, но эта встреча проводилась с ведома Белого дома, в которой говорилось, на встрече говорилось о каких-то возможных путях решения, выхода, основ для переговоров. Вы об этом что-то слышали? Я об этом теперь уже слышал от вас, но до этого нет, и вообще Лавров не может быть, на мой взгляд. никаким участникам никаких разговоров и переговоров договоренностей, потому что он настолько обгажен. Нет, единственное условие, если он Путина привозит в ГАГу, тогда и Лавров может быть участником переговоров, только в этом случае. Если он готов сдать Путина и привезти его в ГАГу, ну, тогда, наверное, ему будут гарантии его личной безопасности, какие-то там гарантии, может быть, семейной безопасности, и так далее, да ныть. Не более того, потому что его причастность к этой кровавой войне, к геноциду, к лжи, к обману, к разрушению там принципов нормального отношения к людям, к их жизням, вина его огромная, гигантская. Он один из главных военных преступников, один из главных, там входит первый десятка, сто процентов, а может даже первый пятерка. Лавров, это фигура, которая скомпрометировалась настолько, что ему никакого прощения не будет, кроме одного условия, если он привезет Путина в ГАГу. Вот если привезет, там любой человек, кто привезет Путина в ГАГу, получит индульгенцию личную, вот индульгенцию личной безопасности, там и так далее, там и так далее. Но, вот, пусть послушают наших, и сделают, тогда уже. Что там в штатах обсуждать, что обсуждать. Не привез Путина, иди в ГАГу. Привез Путина в ГАГу, да, можешь получить индульгенцию. Все, разговор короткий. Можешь привезти Путина в ГАГу, да, разговаривай. Не можешь, ну, и сам поедешь. Весь разговор. Что-нибудь там, мы там долго разговариваем. Ну, минут 20, чтобы он понял ситуацию. В принципе, можно даже... За 20 минут объясните, тем более, он по-английски понимает. Там не нужно переводить. В конце концов, и Путин, и Лавров будут сидеть на скамье подсудимых в ГАГе. Если они друг друга туда не привезут, то им в этом помогут вооруженные силы Украины. Субтитры создавал DimaTorzok